добрый день добро пожаловать на канал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков я психолог консультант когнитин аналитический психотерапевт и сегодня мы будем говорить с вами о симуляции я бы хотел чтобы этот ролик вы показали своим родственникам близким если захотите бабушкам дедушкам мамам папам женам мужьям в общем всем тем кто считает что вы симулянт я подготовил для вас несколько примеров и я расскажу о том как в реалии обстоят дела в кабинете психотерапевта когда мы сталкиваемся с терапией неврозов терапии тревожно фабических и невротических расстройств или вегетососудистой дистонии как многие считают давайте сделаем так сначала я я представлю что я сейчас говорю с вашими родственниками вы что вы со мной знакомы они вряд ли я наверное за вас хочу попытаться объяснить вашим родственникам о том что происходит с вами да и вам тоже наверное да и что надо делать давайте начнем с того что же такое неврозы и вегетососудистая дистония чтобы вы понимали чтобы ваши родственники понимали прежде всего вегетососудистая дисфункция не является дисфункцией сосудов не является дисфункцией органов и систем как болезнь это естественное здоровое функционирование вегетативной нервной системы симпатического и парасимпатического отдела газ тормоз газ тормоз жар холод озноб тихикардия гербродикардия, подъем давления, падение давления и так далее. Диарея, запоры. Этим всем управляет вегетативная нервная система, откликаясь на эмоциональные импульсы или затяжной эмоциональный импульс, который находится внутри вашей психики. Проще говоря, вегетососудистая дистония – это симптома, комплекс, который указывает на хроническое эмоциональное напряжение внутри человека. Лекарства вегетососудистой дистонии не существует ни в аптеках, его не существует нигде, потому что, когда вы идете на экзамен или когда вы тревожитесь, ваша вегетатика работает повышенно. Когда вы выходите на мороз, ваша вегетатика работает правильно. Когда вы находитесь в стрессе, ваша вегетатика работает правильно. В большинстве случаев ваши родственники говорят примерно так – какая же у тебя болезнь? Потому что вы чувствуете себя плохо, вы жалуетесь, говорите – мама, у меня это, у меня это, у меня голова, у меня плохое самочувствие. И ваши родственники говорят – слушай, ну вот врачи же ничего не находят, значит, это симулянт. Давайте я здесь кое-что поясню. Ваши дети, ваш муж там или жена действительно чувствуют себя нестандартно. Объясню почему. Потому что они воспринимают свое базовое вегетативное напряжение как действительно какая-то болезнь, которую не нашли. Потому что с чего бы это вдруг появится тахикардия? С чего бы это вдруг появится каким-то сомнением? С чего бы это вдруг появится каким-то физиологическим явлением? И уж потом прикрепленным страхом. Значит, есть какая-то болезнь. Тут ваши родственники заблудились и ошиблись, потому что на самом деле они испытывают эмоциональное состояние страха, эмоциональное состояние нерешенности вопроса, эмоциональное состояние тревоги, эмоциональное состояние длительного внутреннего затяжного стресса. Поэтому и на томографе, и на обследовании ничего не найдут, кроме повышенного эмоционального возбуждения, которое назвали в свое время в Советском Союзе вегеттососудистой дистонии. Далее. Когда человек, например, пугается собаке, у него поднимаются пульсы давления, мурашки, адреналин, он пугается, но он понимает, с чем это связано. Когда ваша жена, например, вдруг испытала вегетативное состояние в метро, она не может связать причинно-следственную связь и ее вдруг вегетативное состояние. В пробке, в машине, в метро, в автобусе, в самолете. Ей начинает казаться на 100%, что у нее вдруг на ровном месте взялся какой-то приступ. Она идет к врачам, ей ничего толком не говорят, и она думает, что у нее что-то сломалось, и возникает просто приступообразное состояние. Потом она начинает ожидать этого состояния, и это ожидание формирует тревогу, которая также подпитывает вегетатику и напряжение, что замыкает всю ситуацию. То есть, именно базовое непонимание природы вегетативных явлений и делает тот первый шаг. Здесь они не симулируют, они действительно испытывают вегетатику. Но если вы муж, например, моей зрительницы, давайте я примерно вам объясню так. Вы будете ехать за рулем на работу, и вы не узнаете, не почувствуете, я вам введу внутримышечно, например, инъекцию адреналина. Представьте себе, что вы едете за рулем, или представьте себе, что вы сидите там дома, и у вас вдруг начинает стучать сердце, у вас вдруг начинают потеть ладошки, у вас вдруг начинают ощущения нарастающего страха возникают внутри, у вас вдруг начинается желание куда-то бежать, и вы в полной уверенности, что вы сейчас умрете. А вы не можете провести причинно-следственную связь, вы же не знаете, что я вам адреналин вколол. Вот так же и ваши родственники не могут понять, что с ними происходит. На самом деле, вот та физиология, о которой я сейчас говорил, это физиология выброса внутреннего адреналина и вегетативной активности, потому что человек уже находится в состоянии длительного эмоционального состояния, где уже начинается постоянный повышаться уровень адреналина, выбрасывая себя из-за пугания, из-за ожидания, из-за постоянного стресса. То есть, ваши родственники не симулируют, они действительно испытывают особенные вегетативные реакции. Сами по себе эти вегетативные реакции безопасны. Сами по себе эти вегетативные и адреналиновые всплески безопасны. Именно поэтому их не госпитализируют, и поэтому врачи разводят руками, улыбаются и говорят, идите валерьянки попейте. Единственное, когда опасно, вегетативное напряжение, как и любая эмоция, это той категории граждан, которая находится в зоне риска. В зоне риска у нас находятся старческие люди и люди, имеющие хронические тяжелые заболевания. По кардиологическому, например, сосудистому типу. Например, это бабушка, у которой есть ишемическая болезнь сердца. Это, например, старческий ворост, где уже миокард достаточно изношен. Это перенесенные инсульты, перенесенные инфаркты. В общем, все, где нам говорят, бабулю не пугайте, пожалуйста. Вот тогда это является фактором риска. Но если ваша жена или ваши дети прошли обследование, и врачи сказали, что все хорошо, и у них фиксируются вот такие вот эмоциональные вегетативные всплески, ваша дорога к психологу и психотерапевту. И не надо их обвинять в симуляции, потому что они сами нифига не очень могут понимать, почему вдруг на ровном месте происходит такое. Я подготовил для вас 4 примера из реального случая кабинета психотерапевта, чтобы вы не то, чтобы это 4 случая точно про вашу жену или про вашего мужа или про ваших детей. Это просто примеры, чтобы вы немножечко поняли, что происходит. Может быть, кому-то эти примеры прямо попадут в цель. Может быть, кто-то просто начнет размышлять и поймет свою ситуацию. Но так или иначе, я хочу, чтобы вы эти примеры услышали. И для меня это важно, и для моих клиентов это важно. Поэтому давайте посмотрим. Значит, прежде всего надо понимать, что такая природа вегетативного явления не спонтанна. Это не спонтанные приступы, это не спонтанная вегетатика, это не спонтанное явление. Это затяжное, стрессирующее, эмоциональное состояние. Здесь возникает вторая ошибка. Большинство наших клиентов считают, что у них нету стрессов. И поэтому они убеждены, что на ровном месте. Проблема в том, что стресс в основном наши клиенты, стрессом наши клиенты считают что-то серьезное. Например, когда кто-то умер. Для большинства людей это считается явным стрессирующим фактором. Или вы попали в ДТП, или вас там, вас уволили. Вот такие мастодонтные ситуации, что ли, они являются для вас как бы... Первое, что вы говорите, да у меня вроде ничего такого не происходило. И вот тут большинство наших зрителей и клиентов, конечно же, ошиблись. Потому что неврозы возникают чаще всего не от таких больших ситуаций. Потому что, когда возникает большая ситуация, мы ее понимаем. Например, у вас умер родственник. Вы понимаете ситуацию, вы понимаете причинно-следственную связь ваших эмоций. Улавливаете ход моих мыслей. И у вас понятно, даже если у вас есть вегетатика и плохое самочувствие, и даже если вы переживаете, плачете, не спите по ночам, у вас мозг понимает адекватно, с чем это связано. Окей? А вот когда наши клиенты, например, находятся в состоянии длительного невозможности принятия решения. Ну, давайте я как раз к этим четырем примерам перейду. Я тут для себя написал четыре примера из моего кабинета. Ну, например, первое. Это реальные случаи. Такие, ну, общими мазками, но частые. Например, ваш ребенок имеет очень сильную личностную невротическую особенность. Он очень боится совершить ошибки. Он пытается перед вами выслужиться. Он пытается вам понравиться. Он пытается сделать так, чтобы вы его похвалили, потому что вы выстроили систему воспитания такую, где за пятерки он молодец, за двойки он плохой. Или где бы, чтобы ребенок как бы не делал, все как бы, ну, не очень. В общем, неважно, как выстроена сейчас не терапия детей, консультирование в этом смысле, а просто в вашей семье выстроена такая система, где ребенок пытается очень сильно вам угодить. Он очень боится вас подвести, он очень боится совершить ошибку и провал, потому что папа скажет, что ты долбоеб, что ты делаешь, откуда у тебя руки растут. Ну, и так далее. Вы меня понимаете. У такого ребенка возникает гипертрофированное желание произвести впечатление на родителей. Гипертрофированный страх показаться плохим, неудачником перед сверстниками, перед собой, перед родителями. И вот этот гипертрофированный страх, вот эта гипертрофированная ответственность, гипертрофированный перфекционизм и будет вызывать его базовое напряжение. Отсюда вы и будете наблюдать какие-то странные ритуальные компульсии, повторения, какие-то проверки, мытье рук, чтобы показаться чистым и хорошим, только бы все перфекционистически правильно расставить и не заболеть никакой болезнью плохой. Проще говоря, это ваша нормативная форма воспитания, которая привела человека к слишком нормативному пониманию, что такое хорошо и что такое плохо. И не дай бог что-то там случится, и что-то будет не так, и мама расстроится. То есть первое, что я хочу вам сказать, часто в кабинетах психотерапевтов за этим пресловутым вегетососудистыми проявлениями, фобиями, ритуалами и так далее, с сомнениями со здоровьем, кроется страх совершить ошибку. Либо это ваш ребенок, либо это может быть ваша жена. Она может быть очень перфекционистически воспитана, и она пытается на работе все успеть, она пытается на работе идеально, пытается перед вами приготовить и убрать, и т.д. Это в целом вызывает такое огромное напряжение, что в итоге ее организм начинает проявлять и это напряжение. Вторым частым примером в кабинете психотерапевта является история, это прям такой реальный случай, он очень частый, но я прям его примерно повторю. Родители навязывают своему ребенку место учебы, или, например, место работы, так или иначе. Или муж, или там еще что-то навязывает, а человек не может отказаться. И он не может уволиться, и не может уйти с этой учебы, потому что родители платят. Она понимает, что факультет не ее, она понимает, что ей она не тянет этот факультет, например, особенно если связано с мединститутом, где учиться очень сложно. Она понимает, что не тянет мединститут, она понимает, что она не тянет этот факультет, эти языки, но родители оплачивают, родители пестуют это образование, и она не может сказать им, что мне там тяжело. В итоге этот человек попадает во внутреннее противоречие. С одной стороны, она говорит, я хочу уйти, потому что мне очень тяжело, с другой стороны, я уйти не хочу, потому что я расстрою родителей, потому что я буду плохой за это. Вот это затяжное состояние внутреннее приводит к огромному напряжению. Косвенно ее симптоматика, которая связана с ее напряжением, будет являться оправданием взятия академического отпуска, или частые больничные, или частые пропуски, потому что она вам скажет, мам, пап, давайте возьмем академный отпуск не потому, что я не тяну. Она на это не может, она не может вас расстроить, она не может с вами поговорить об этом. Она говорит, я просто себя очень плохо чувствую, у меня какая-то болезнь. И вот таким образом она будет подкладывать избегание этого института за какую-то якобы болезнь, пока вы не обсудите это, и она в своей терапии не поймет со своими родителями, что же надо все-таки делать. Это был второй пример такой общий. Третий пример – это история про то, когда женщина начинает интерпретировать поведение мужа после рождения ребенка, или вне наличия ребенка, что он стал более холодным. Он, возможно, у него кто-то появился, он стал более черствым, менее эмоциональным. Она пытается как-то его привлечь внимание в постели, чтобы он был более активный, потому что ей не хватает того секса, который ей на самом деле хочется. Поговорить с ним, ей стыдно привлечь его внимание, у нее не получается, потому что он говорит, а что, я нормально, все, что, нормально, внимание. Он действительно считает, что он внимания уделяет достаточно. Он действительно считает, что тот секс, который у них есть, его удовлетворяет, а ее нет. А ее не удовлетворяет этот секс. Ей хочется по-другому, ей хочется по-другому. Она не чувствует от тебя этой эмоциональной вовлеченности, потому что у нее есть детство, где она испытывает потребность, потому что там история с отцом, сейчас не будем это трогать. Проще говоря, вот эта внутренняя нехватка эмоционального тепла или секса, или того и другого, приводит ее к сильному напряжению. И она не знает, что делать. Поговорить с тобой она пытается, но ты ее не слышишь. Изменять тебе ей стыдно, потому что она по-другому воспитана, она не готова иметь секс на стороне. Ты не понимаешь, что она хочет, в итоге поднимается эмоциональный градус, проявляется вегетативно. Она начинает этого пугаться, пытается тебе звонить по телефону со словами «Лёлик, кажись, я умираю», пытаясь привлечь твое внимание. «У тебя жена умирает, алло». Поэтому очень частое явление, когда наши клиенты не могут поговорить со своим мужем, объяснить сексуальный аспект, объяснить аспект эмоционального тепла и вовлеченности, потому что мужья такие, какие они есть. Они могут быть черствые, сухие, не очень такие эмоциональные, а женщина испытывает потребности своего детства в теплом эмоциональном, любвеобильном мужчине. Как они вообще нашли друг друга, непонятно, но это другой вопрос. Но так или иначе не удовлетворяется эта базовая история, которая ей так нужна, и она пытается привлечь твое внимание вот этой всей беготнёй по врачам, со словами «У тебя жена умирает» и так далее. Ну и последний пример, очень частый в терапии неврозов, но он не единственный. Я могу продолжать до утра, если честно, я просто взял такие 4 ярких примера, что ли. Это история, когда ваш муж или ваша жена или ваши дети не могут принять какое-то решение. Например, они не могут принять решение по поводу увольнения с работы, потому что они будут считать, что это там ужасно и плохо. Они не могут принять решение развестись с тобой или не развестись. Вот она понимает или он понимает, что ваши отношения сошли на нет. Он или она понимает, что уже всё не то. Но расстаться не получается, потому что принять это ей тяжело или ему тяжело. Ему очень чувство вины, мучает чувство неудобства. Уже много лет вроде как вместе, и как бы все уже привыкли к нам в такой модели, и уже вроде как всё хорошо социально, но внутренне не то. Внутренне уже как бы, ну это нормально. Так бывает, когда люди вместе прошли какие-то обстоятельства, изменились и поняли, что, ну их дороги уже разошлись. И вот здесь очень часто именно причиной вегетативного напряжения и вот этих всех фобических историй является то, что я не могу принять решение с женой или с мужем. И я лучше буду бегать по врачам, откладывая принятие решения, потому что я не могу это решение принять. Хотя больше я вам скажу, они очень часто даже не могут разрешить себе подумать о том, что на самом деле всё идёт не так. Либо они пытаются как-то с тобой поговорить, они пытаются что-то разрулить, но вторая половинка не понимает, что происходит в этих отношениях, и ничего не меняется. Поскольку искреннего диалога не может быть проведено, либо потому что этот человек не осознаёт причину своего напряжения, либо осознаёт, но не может к этому прийти. Часто бывает и такое. Я надеюсь, что вы поняли, что ваши родственники не симулянты. Это действительно невротические расстройства, связанные с эмоциональным состоянием. Помочь разобраться, что же является причиной этих самочувствий, этих фобий, этих иллюзий и так далее, и есть задача мировой психотерапии. Здесь не нужно стесняться и не думать о том, что они больны и их надо кладь в дурку. Просто надо им помочь. Где-то их надо поддержать, где-то поговорить, где-то посмотреть, почитать что-то. В идеале, если этот человек занимается со своим психотерапевтом или консультантом, позвонить консультанту, спросить, чем помочь. Это вот, например, в моей работе это настолько важно, потому что, когда мы вовлекаем в процесс терапии семью, родителей или мужа или жену, результаты умножаются в разы по скорости и по качеству терапии. Это очень важно. Поэтому, если ваша жена или муж ходит на психотерапию, обязательно, только не давайте таких советов, что говорить, а что не говорить. Понятно, что профессионал этим не воспользуете. Просто позвоните, напишите, спросите, чем помочь. Поинтересуйтесь, что у тебя там происходит. К сожалению, половина моих мужей, моих клиенток или жен моих клиентов или родителей моих клиентов говорят, ну и что там у тебя? Что там у тебя? Да это все фигня, ты все в голову придумала все. Ты все придумала, надумываешь себе какую-то фигню. Они не надумывают. Это эмоциональное расстройство. Они не могут быть надуманными, им действительно плохо, им действительно страшно. Они не понимают, они пытаются разобраться. И когда они в терапию приходят к каким-то внутренним переживаниям, им надо помогать. Но давайте возьмем пример, что действительно, например, вы поняли, что вам уже вместе не очень. Ну что вы тянете тогда это? Ну что вы мучаете друг друга, создавая обоим всем напряжение? Не обязательно, чтобы вы разводились. Начните просто разговаривать по поводу секса, по поводу отношений, по поводу эмоций, по поводу ожиданий, которые не оправдались. Ведь большинство ссор по мелочам в быту возникают из-за того, что в целом какие-то у вас есть большие претензии друг к другу. Он не оправдал ваших ожиданий, она не оправдала ваших ожиданий. Эти эмоции поднимаются, начинаются мелкие ссоры, которые еще больше закручивают гайки в напряжение. А расстаться, поговорить об этом не получается. Потому что, например, она не может без мужчины. Она на костылях, она полуинвалид. Она не может без тебя и с тобой она не может. Или он не может с тобой, потому что ты не такая. И без тебя он не может, потому что он нуждается вот в этой материнской а-ля заботе и опеке и так далее. Много очень причин. Если вам интересно, свяжитесь со мной, я вам расскажу. Но не о своих клиентах у меня есть принцип конфиденциальности. А о разных случаях. Я вам все предельно расскажу. Все очень просто и несложно. Просто надо пойти навстречу консультированию. Пойти навстречу семейному консультированию. А не считать, что мы там какие-то звери. Мы помогаем вашим родственникам разобраться, в чем являются причины их эмоциональных расстройств. И если они принимают те или иные решения, это их решение. Профессиональный психотерапевт никогда не будет навязывать решение. Говорит, тебе надо развестись. Нет. Никто не смеет так сказать. И если ваша жена или ваш муж или там еще кто-то принимает для себя такое решение, поверьте, это не было навязано психотерапевтом. Это было осознанно этим человеком. Но если вы разошлись пути, если не хотите расходиться, идите навстречу. Есть очень такой последний момент, скажу. Я всегда, вот хотите честно скажу, если меня мужья смотрят или жены. Я всегда говорю своим клиентам следующее. Стараемся максимально сделать все возможное, чтобы притянуть вторую половинку в диалог. Всячески пытаемся притянуть его в диалог. Пытаемся решить всеми способами ситуацию. Диалогом. Эмоциональным диалогом. Консультированием со мной. А всячески пытаемся сделать все возможное, чтобы попытаться вывести на компромисс, если это проблема в семейных отношениях. Но если ваша вторая половинка говорит, я не буду гостовым терапевтом, они все долбоебы, у нас все хорошо, и вы не идете навстречу, не получится никакого компромисса, как бы ваша вторая половинка, муж это или жена, не старалась. Будьте, пожалуйста, честными друг с другом. Научитесь разговаривать со своими детьми, у которых ВСД или неврозы. Научитесь разговаривать со своими женами или мужьями. Пойдите им навстречу. И тогда есть хорошие шансы, что, во-первых, они быстрее поправятся и вернутся к полноценной жизни. Во-вторых, есть большие шансы, что вы сможете договориться. Для этого есть семейное консультирование, для этого есть когнитивно-поведенческая терапия. И вообще огромные институты работают над этим, институты брака там и так далее. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вы больше стали понимать ваших родственников. А своим клиентам я хочу сказать спасибо за просмотры. Комментируйте. Ваш Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса. До встречи. Пока.